Кажется, извечная компания Xiaomi, а с ней и Redmi, никогда нерушимая, никогда не знавшая конкурентов и представлявшая за свою цену самые лучшие аппараты на свете, начинает двигаться в стороночку, потому что у него появляются настоящие, правильные и адекватные конкуренты. И в этом видео, друзья, я вам представлю 5 конкурентов. Напомню, что это третья часть конкурентов компании Redmi, Redmi Note 9 Pro. Предыдущее видео было на первом канале, первая часть, а вторая часть была на втором канале, поэтому можете на это обратить внимание. Если я не поленюсь, то ссылочки сверху всплывут на эти видео, чтобы вы могли их посмотреть. Пишите, друзья, чем занимаетесь на карантине, я все ваши комменты прочитал. То, что делает, я удивился, один человек даже читает книги, причем настоящие книги, то есть не электронные, не какие-то именно бумажные, правильные книги. Интересный вообще момент. Вот, и хотел сказать вам большое спасибо за то, что вы просто в комментариях начинаете жарить. Это прям супер, большое вам спасибо. Продолжайте эту жарюху в комментариях, насколько это возможно. Пишите о вашем настроении. Ну и что вы думаете о конкурентах компании Redmi. Для вас я подобрал самые лучшие, самые правильные решения. И в конце, как вы понимаете, будет самый топовый вариант, который снесет с ног любого конкурента, в том числе Redmi. Друзья, с вами Эдскрайбер. Погнали! В начале я начну с лайтового такого варианта. Это Realme 6. По характеристикам здесь очень похожая ситуация в плане производительности. Helio G90T процессор, многим уже знакомый, видеоскорителем Mali-G76. 4 гигабайта оперативной памяти от начала, поэтому здесь в плане оперативки он только будет уступать. Но в плане производительности плюс-минус 280 будет приблизительно одинаковая производительность. Хотя в целом, я считаю, что 720 Snapdragon будет более стабильный в плане долговечности. Если вы играете в игры, то, конечно, троттлингу будет подвержен гораздо меньше. Но и в том числе нагреву. По экрану здесь 6,5 дюймов. 4G плюс разрешение. Это IPS-матрица. Но здесь самое большое преимущество, конечно же, в 90 Гц. Да. В Realme 6 90 Гц. И, наверное, это самый правильный большой козырь этого смартфона. Если вы нацелены на лучший экран, то, конечно, в Realme 6 он будет повеселее. Камера здесь 64 Мп. Вот компания Samsung F1.8. По батарее 4300 мАч. Здесь 30 Вт зарядка. Батарея, конечно, немного уступает. В глобальной версии NFC, USB, TPC и Minjack тоже присутствуют. По размерам 162,1 на 74 и 8, 191 грамм. На Telegram-канале я, кстати, недавно выставлял эти смартфоны. В официальной рознице можно заказать их по предзаказу. У меня были ссылки. Там примерно 18 тысяч рублей. Если в Украине, то это примерно 8 тысяч гривен. Плюс-минус вот такая была цена. Сейчас они есть, кстати, и на Алиэкспрессе, но они намного дешевле. Поэтому плюс-минус я сейчас советую Realme брать именно у официалов. Потому что там, в принципе, правильная цена. Если вы хотите взять, конечно, его подешевле на Али, то немного придется подождать. Ценники со временем спадут. Но в целом, друзья, я считаю, что Realme 6 это правильный и адекватный конкурент компании Redmi. Далее действительно добавим такой альтернативы правильной. Это Huawei P40 Lite. Здесь прям сходу 810 Kirin. А знаете, 810 Kirin это прям мощь. Мощь в 2020 году. Несравненная мощь. Несравнимая даже с 720 Snapdragon. Видеоускоритель Mali-G52. Версия 628. И в Antutu 300 тысяч баллов убивает. И все это, друзья, в основном за счет процессора. А не видеоускорителя. Поэтому, если вам нужен именно процессор мощный, то все-таки Huawei P40 Lite будет прям в порядке. Экран 6,4 дюйма. IPS-матрица. Full-G plus разрешение. Здесь плюс-минус все одинаковое. Камера на 48 Мп. Апертура f1.8. Батарея на 4200 мАч. Зарядка, друзья, 40 Вт. То есть он будет заряжаться просто мгновенно. Вы не успеете обернуться. Ваш телефончик уже зарядился. По мне, это, наверное, самое большое преимущество Huawei P40 Lite по отношению к Redmi. NFC, USB, TPSI. Если вы берете в глобальной версии, то, конечно, все это будет присутствовать. Minjack тоже есть в этом телефоне. По размерам 159,2 на 76,3. То есть он немного меньше и легче. 183 грамма. Ценник сейчас на Tmall. Можно взять его за 235 долларов. То есть сразу же берете у официалов. Если вы в Москве, то телефон придет примерно за день. Если вы где-то в России, то в течение недели у вас появится этот смартфон. Раньше я, друзья, советовал именно Huawei брать у официалов. Сейчас ситуация поменялась. Почему? Потому что в этом смартфоне нет Play Market. То есть когда они закусились с Китаем, тогда появились проблемы с обновлением, но и многим другим. Поэтому сейчас, наверное, Huawei можно брать уже на AliExpress. Он там гораздо дешевле. И там тоже отсутствует Play Market и все остальное. Но, друзья, если у вас руки очень правильные, то Play Market установить очень-очень даже легко на смартфон. Здесь нет вообще никаких проблем. Если вы хотите, то, друзья, напишите в комментариях. Я могу на эту тему записать видео, но на втором канале. О том, как установить Play Market на этот смартфон. Да, в принципе, и на любой смартфон. Это делается вдоволь щелчка. Есть проверенный способ. Далее более жирные варианты начинаются. Это Realme 5 Pro. Да, Realme 5 Pro прямо в 2019 году отжигал. Он же Q. Это другая версия для Индии и Китая. Q-версия. По сути, ничем не отличается, но отличается только версией прошивки. А так, в целом, все, друзья, одинаковое. Но я буду сейчас назвать его Realme 5 Pro. Здесь 712 Snapdragon. Видеоискрытель Adreno 616. Версия 4128. Тип памяти LPDDR4X. В Antutu примерно 220. После обновлений 230 тысяч баллов убивает этот смартфон. В качестве производительности, конечно, он будет уступать Redmi. Экран 6,3 дюйма. Это IPS-матрица, Full HD+, разрешение. По камерам. Здесь камера на 48 Мп. От компании Sony Apertura F1.8. В плане камеры, это один из самых дешевых смартфонов на этом модуле. Батарея на 4035 мАч. Зарядка в комплекте на 20 Вт. Здесь тоже он будет уступать, потому что у Redmi на 30. NFC. Да, к сожалению, здесь его нет. USB 3C, миниджек. Все присутствует. По размерам. 157,0 на 74,2. И 184 грамм он весит. То есть, он очень даже небольшой для 2020 года. Ну и на Алиэкспрессе вы можете взять эту версию только под названием Q за 155 долларов. Мне кажется, за этот ценник прям супер в отношении камеры и всего остального. Если глобальная версия, то примерно 198 долларов на Алиэкспрессе. Плюс-минус, конечно, друзья, их разобрали. Раньше этих телефонов на Али было просто море. Сейчас вы можете взять этот телефон у официала. Допустим, если в России, то это DNS. Если в Украине, то это розетка. Ну и в других странах вы тоже можете проверить. Примерная цена у этого смартфона около 200 долларов у официалов. Мне кажется, если вам не нужно NFC. Кстати, голосовалка сверху всплывет, нужно вам NFC или нет. Такой вариант будет вполне даже приемлем. И ни в коем случае не будет уступать. В частности, Realme UI новая. Новая прошивка. Все будет, друзья, по красоте. Следующий конкурент Xiaomi Mi 9 Lite. Здесь 710 Snapdragon. Уже начинает он потихоньку устаревать. Видеострелитель Adreno 616. 6 гигабайта оперативной памяти. И примерно в 217 тысяч в Antutu выбивает этот смартфон. Хотя 710 вроде бы как и устаревает. Но в целом, если вы не играете прям много в игр, этого процессора будет на долгие годы хватать. Если вы просто пользуетесь смартфоном, то есть в течение 5 лет этот процессор будет удовлетворять ваши потребности. Экона 6.39 дюймов, Full HD плюс разрешение и это AMOLED матрица. Если вам нужен, друзья, AMOLED, то этот телефон для вас. Камера на 48 Мп, вот компания Sony, тоже камера в порядке. F1.79, щелкать будет отлично. Батарея на 4030 мАч и зарядка лежит на 18 Вт сразу же в коробочке. Здесь тоже все отлично. NFC есть, USB Type-C. Все, в общем, прелести от флагманской жизни, по сути, есть в этом смартфоне. Размеры 156.8 на 74.5. Этот телефон, можно сказать, гораздо меньше, чем Redmi. И ценник примерно 250 долларов. За 250 долларов, мне кажется, это отличная комбинация. Во-первых, это обновление до MIUI 12. Ну, конечно, как и в первом, так и во втором случае. По виду он напоминает флагман Mi 9. То есть, по сути, это абсолютно точная копия этого флагмана. Но если вам нужна AMOLED матрица, то, мне кажется, и это очень хорошая альтератива. Ну и в конце, друзья, чтобы выбить страйк и побить все на свете. Realme X50. Не Pro версия, а именно 50. Здесь, друзья, ну прям во всех отношениях, как по мне, будет выигрывать этот смартфон. Здесь центральный процессор Snapdragon 765. Это новый процессор. Видеоускоритель тоже, кстати, новый. Adreno 620. Это 600 серия, но обновленный. 8 гигабайт оперативной памяти типа LPDDR4X. 128 встроенный. И в Antutu примерно 330 тысяч баллов убивает этот смартфон. То есть, конечно, в плане производительности он будет гораздо-гораздо мощнее. И можно сказать, это правильный такой игровой смартфон за эту цену. Экран здесь 6,57 дюймов. Это IPS матрица. И следующий козырь 120 Гц против 60. Да, друзья, здесь 120, по сути, в два раза больше. То есть, плавность будет в два раза больше на этом смартфоне. И экранчик будет, конечно, соответствовать реалиям не то, что 20, но и 21 и 22 года. Поэтому экран здесь, друзья, на долгие годы 120 Гц. Конечно, может быть, это не самый лучший и качественный IPS на 120. По сравнению с флагманами, но в целом, конечно, у него есть преимущества. Камера здесь основная на 64 Мп от компании Samsung. Капертуры F1.8. Батарея на 4200 мАч и 30 Вт зарядка в комплекте. Да, батарея здесь меньше. И все-таки IPS матрица на 120 Гц будет убивать батарею гораздо быстрее. Но в целом, плюс-минус, можно пойти, друзья, на этот компромисс. NFC, USB, DPC, Mainjack. Все есть в этом телефоне. 163.8 на 75.8 это размеры. 203 грамма. То есть, они будут примерно равные по размерам. И ценник у этого телефона, друзья, 280 долларов. Да, за эти показатели Realme X50, ну прям полный топ. Это полуфлагман 2020 года. Если вы не стремитесь к флагманам, а хотите взять такой флагман на минималках, то, конечно, это очень хорошая альтернатива Redmi Note 9 Pro. Потому что, по сути, во всех отношениях он выигрывает. Ну и по ценнику за версию 8.128 он тоже выигрывает, друзья. То есть, здесь прям все в идеале. Оболочка Realme UI тоже, друзья, в порядке. Она немного уступает MIUI. Но я думаю, со временем они ее допилят, выпустят новую оболочку. И тогда, друзья, все будет прям вообще вровень. В целом, я Realme UI оболочкой доволен. У нее есть большие преимущества. И на втором канале есть видос сравнения. Оболочки Realme UI против MIUI 12. Добро пожаловать на второй канал. Ну и, кстати, все ссылочки, друзья, на эти смартфоны, на другие смартфоны, скидки, купоны и все остальное есть на Telegram канале. Обязательно подписывайтесь туда. Не забывайте об этом. Друзья, с вами был я, Эдскрайбер. Всем хорошего настроения, позитива, добра. Ваши комменты все обязательно читаю. Большое вам за это спасибо. Увидимся в следующих видосах, которые будут еще более динамичны и интересны. Всем пока-пока. Интересны всем.